Всем доброго времени суток! Вы на канале Макетной Мастерской Макет Гуру, а это очередное видео о технологиях, применяемых в макетировании. Сегодня мы начинаем работу над новым макетом и поговорим о том, как и из чего изготовить подмакетник с высоким ландшафтом. В качестве материала для подмакетника мы выбрали сэндвич-панель толщиной 32 мм. Сэндвич-панель состоит из двух слоев твердого ПВХ-пластика и вспененной прослойки, расположенной между ними. Размечаем сэндвич-панель по заданным размерам. Для того, чтобы ее разрезать, достаточно металлической линейки и острого макетного ножа. По линиям разметки прорезаем поверхностные слои из твердого ПВХ с обеих сторон панели. Вставляем нож в получившиеся прорези и, немного надавливая, проводим сверху вниз. Нож по прорезям в твердом ПВХ движется как по направляющим и дает ровный и точный край реза. Снимаем с панели защитную пленку. На получившиеся основания устанавливаем быстросъемные опоры. Они состоят из подпятника, металлической трубы и крепления к макету. Для усиления соединения быстросъемных опор с подмакетником вырезаем и прикрепляем на клей Космофен дополнительные куски вспененного ПВХ 5 мм толщины. Прикручиваем крепление быстросъемных опор к подмакетнику саморезами. Прикрепляем опоры и ставим подмакетник на ноги. Для создания ландшафта используем теплоизоляционные плиты Пеноплекс. Толщина плиты Пеноплекса 50 мм, поэтому разбиваем отмасштабированную распечатку генплана на зоны с разницей по высоте в 50 мм. Набираем грубую заготовку ландшафта из Пеноплекса послойно, приклеивая плиты любым клеем, подходящим для склеивания пенопласта. Когда заготовка ландшафта набрана, начинаем срезать лишнее острым ножом, сверяясь с картой высот, стараясь максимально подробно передать особенности местности. Сглаживаем соединение плит. Технологий изготовления подмакетников множество. Он может быть сделан из любого прочного материала. Дерево, металла, пластика, стекла. Все зависит от задач, для которых предназначен макет. В нашем случае макет крупный, с высоким ландшафтом. Перепад местности на макете от самой низкой до самой высокой точки составляет 250 мм. Размеры макета 1380 на 1500, то есть практически квадратный, полтора метра по большей стороне. К этим измерениям следует добавить технические бортики по 30 мм с каждой стороны для установки прозрачного полезащитного купола. Соответственно, габаритные размеры макета 1400 на 1560 мм. Точность изображаемой поверхности средняя. Макет должен быть удобен для транспортировки. Соответственно, должен иметь малый вес для своих размеров. Этими исходными данными продиктован выбор материалов. Пеноплекс – это легкий, долговечный и недорогой материал, используемый в строительстве для утепления стен. Его можно приобрести в любом строительном магазине. Готовый ландшафт зашкуриваем для придания более плавных очертаний. Подмакетник готов. На сегодня все. Всего хорошего и до новых встреч. Ждем ваших комментариев и с удовольствием ответим на ваши вопросы. Если видео было полезно для вас, то сообщите нам об этом. В нашем следующем видео вы узнаете, как изготовить растительность для макета. На сегодня все. Всего хорошего и до новых встреч. Оформить подписку на наш канал вы можете, нажав вот тут. А поближе познакомиться с работами макетной мастерской Макет Гуру можете пройдя по вот этой ссылочке. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok